Во имя Царя и Сына и Святого Духа, святитель Иоанн Златоуст говорит нам, в чем состоит истинный пост по восьмой беседе на книгу Бытия. Все наше попечение добудет о спасении души и о том, как бы нам, обуздав телесные похоти, совершить истинный пост, то есть воздержание от зла. Ибо в этом и состоит пост. И воздержание от пищи принято для того, чтобы ослабить силу плоти и коня этого сделать нам и покорным. Постящемуся более всего нужно обуздавать гнев, приучаться к ротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения представлением того неугасимого огня и нелицеприятного суда, быть выше любостяжания, в милостыне показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего. Это истинный пост, как Исаия говорит от лица Божия. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнетет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Исаия 58,5 Какой же, скажи, приятный? Разреши, говорит далее, оковы неправды. Раздели с голодным хлеб твой и с китающихся бедных веди в дом. И когда это сделаешь, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Вот стихи 6 и 8 здесь. Видишь, возлюбленный, в чем состоит истинный пост? Такой-то пост будет совершать, а не станем безрассудно, как толпа, ограничивать свой пост тем, чтобы только пробыть без пищи до вечера. Не это главное, но то, чтобы с воздержанием от брашен соединять нам и воздержание от вредного для души. И показать великое усердие в духовных делах. Постящемуся надлежит быть сокрушенным, смиренным, кротким, тихим, презрающим славу этой настоящей жизни. Как презрел он удовольствие жизни, так должен презреть и суетную славу. И взирать только на того, кто испытывает сердца и утробы. С великим усердием творить молитвы и исповедание пред Богом. И сколько возможно помогать себе милостыню. Это, и это особенно добродетель может изгладить наши грехи и исхитить нас от гиенского огня. Только бы мы подавали милостыню щедро и не на показ людям. И что говорю не на показ, если рассудить хорошо, то нам надлежало бы творить милостыню уже потому одному, что она дело доброе. И сострадание к нашим братьям, а не ради обещанной владыкой и награды. Но так как мы не в состоянии мыслить возвышенно, то будем творить милостыню, хотя и из наград, отнюдь впрочем не ища славы от людей, чтобы нам сверх растраты денег не лишиться и награды. Будешь же соблюдать это не только в милостыне, но и во всяком духовном деле. Ничего не станем делать из-за людской славы, потому что не будет нам никакой пользы ни от поста, ни от молитвы, ни от милостыни, ни от других дел, если мы станем делать их ради того единого, который знает и тайное, и скрытое во глубине души нашей. Ибо если от него ожидаешь ты воздаяния, то для чего хочешь, чтобы хвалил тебя подобный тебе человек? И что говорю хвалил, часто он не только не хвалит, но еще и порицает тебя, ибо многие так злонравны, что и добрые дела наши толкуют привратно. Итак, для чего, скажи мне, высоко ценишь неверный суд этих людей? Но от неусыпающего того ока никакое действие наше не сокрыто. Помышляя об этом, мы должны строить свою жизнь с такой осторожностью, какая прилично тем, кому скоро предстоит дать отчет в словах и в делах, и в самых помышлениях своих. Итак, не станем пренебрегать своим спасением. Нет ничего равного добродетелю возлюбленной. Она и в будущем веке исхитит нас от гиены, и удостоит наслаждений Царством Небесным, и в настоящей жизни ставит нас выше всех злоумышляющих нам. Делает сильнее не только людей, но и самих демонов и врага нашего спасения, то есть дьявола. Итак, что может сравниться с нею, когда она, творящих ее, делает выше не только намеренных людей, но и демонов? А добродетель состоит в том, чтобы презирать все людское, ежечасно помышлять о будущем, не прилепляться ни к чему настоящему, но знать, что все человеческое есть, тени сон, и хуже даже этого. Добродетель состоит в том, чтобы по отношению к вещам этой жизни быть как бы мертвыми, даже и по отношению к вредному для спасения души быть бездейственным, как мертвый, то есть жить и действовать только для духовного. Как и апостол сказал, и уже не живу я, но живет во мне Христос. Галатам 2 глава 20 стих. В короткой и скоротечной сей жизни удостоится нам великих венцов и в тот грядущий день, страшный для грешников и вожделенный для облегшейся добродетелью, и получить неизвеченные те блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым вместе с Отцем и Святым Духом слава, держава, честь и поклонение ныне пресной во веки веков. Аминь. Продолжение следует...